Скажите, вот есть такие жалобы, по которым сама поликлиника не может принять решение? Часто встречаются? Ну, в принципе, таких жалоб нет. Мы стараемся все жалобы, которые у нас проходят, решить. Во-вторых, мы же для того, чтобы была обратная связь с населением, мы дополнительно открыли у себя колл-центр. У нас работает как городской телефон, так и сотовый. Дополнительно наша организация заключила договора с колл-центром 109-14-30, которые тоже дают справочную информацию. В большинстве своем все обращения, которые поступают, они в основном имеют справочный характер у людей. То есть консультация? Да, или консультация. В этом году, например, большой рост пошел консультации по СМС и КВИ, например, по сравнению с прошлым годом. Сколько это? Сколько-то тысяч, да? Да, ну, около... За прошлый год мы отработали около пяти тысяч... Около шести тысяч обращений с участием от колл-центров, с участием нашего колл-центра и наших сотрудников. И в основном такого консультационного характера? Потому что вот сейчас работает мобильное приложение же, если удобно, там видишь графики, да, а многие им не пользуются, поэтому звонят узнать, например, график работы своего доктора. Несмотря на то, что, например, на сайтах поликлиники имеются эти графики, они расписаны, когда, какой врач, вплоть до того, что у нас на сайте имеется информация даже от телефона докторов для связи, средних медработников, врачей, для того, чтобы все-таки был контакт с населением. Музыка